...выставки, а с другой стороны глубокой, потому что, ну, о двух сопременниках, почти ровесниках, конечно, можно говорить много, да, когда это такие фигуры, как Цветаев и Маяковский, но вот как говорить о них не по отдельности, а как свести их в диалоге, именно в диалоге, а не в споре, и те 15 тем, 15 смысловых узлов, которые были выбранными кураторами, были выбраны кураторами для этого разговора, вы с ними ознакомитесь, это очень разный круг тем, от моды до... ...царской семьи, от Бога до темы самосожжения поэта как творческой личности, они все представлены попарно, предметами, мемориями, это все мемориальные предметы с одной и с другой стороны, и честно скажу, что когда уже выставка сложилась, потому что сначала, конечно, эти предметы, они были только в списках, с одной стороны, с другой стороны, и когда они сложились, когда они были рядом, от соседства некоторых из них, вот мы с коллегами отменивали сегодня впечатление, что действительно бросало в дом, ...от того, какой пронзительности и глубины в итоге оказался этот диалог. Одна из задач, которую мы решали этой выставкой, это попытаться, вот о чем мы с Алексеем сегодня говорили, когда был пресс-показ выставки, так сказать, это сложилось, что в школьной программе эти два поэта, они проходят как-то последовательно, не всегда в один год, и, к сожалению, иногда вот у широкого зрителя формируют, ну, какую-то оторванность этих двух персоналей друг от друга, хотя это единый контекст, это единая почва, так как Алексею сегодня сказали, и в жизни, и в творчестве. И нам очень важно было на этой выставке вот этот единый контекст, единое сосуществование, проследить, проследить те общие темы и события, истории нашей страны, которые влияли на становление их личности, влияли на их творческую судьбу. Мы очень надеемся, что и программа Майоровского музея детям, и программа РУК в музее с опорой к материалам на нашей выставке послужат тому, чтобы действительно эти две персонали оказались у подрастающего поколения в том самом едином контексте. Нам правда показалось это очень и очень важным. Я сейчас хотела бы передать слово, потому что я немножко на свою почву начинаю залезать, когда рассуждаю о научной значимости этой выставки. Ну, уже здесь, безусловно, слово кураторам. Мы еще раз приглашаем, Галина Александровна, вас, Мария Андреевна, вас. Вас обязательно сегодня ждет экскурсия по этой выставке. Ну, вот сейчас, пожалуйста, пару слов. Ну, здесь уже звучали слова о благодарности и признательности, но я от себя лично просто хочу еще раз поблагодарить наших коллег и партнеров за то, с какой любовью, искренностью, горячностью, ответственностью они подошли к этой выставке, к этому проекту. Это всегда чувствуется, вот эта заинтересованность в материале, личная какая-то, глубоко личная интерес и понимание того, о чем хочешь вести речь. Здесь мы это встретили. Мы встретили это и в лице руководства музея, и, безусловно, вот в лице моего саккуратора. Просто не могу этого не отметить. И, ну, еще хочется сказать, Мария Андреевна проводит экскурсию, и вы все это увидите воочию. Мне кажется, действительно, очень верная форма была найдена. Вот эта, так сказать, выставка «Диалог». Ведь вот это вот как бы сопоставление биографий очень хрестоматийно обычно бывает. И действительно на поверхности больше различий, чем сходство. А вот это подлинное сходство, подлинная похожесть, подлинное родство, вот и в их безмерности, их максимализме, и в каком-то экзистенциальном одиночестве. И умеется в им чувстве и долга по отношению к себе, к своему дару. И, ну, вот это вот два сражения с эпохой, вот все равно сражения и у одного поэта, и у другого в разных форматах, в разных сюжетах. Но ведь так получилось. И вот это раскрыть столь лаконичными, так сказать, средствами, это, ну, да, к этому нужно подойти, к этому нужно приложить много всего, большого желания, большой любви, большого трепета. Да, все это, все это было, и я надеюсь, вы это тоже увидите, когда пойдете смотреть выставку и слушать вот экскурсию. Мне бы хотелось в первую очередь поблагодарить моих дорогих коллег, тех, кто работал над созданием выставки, с помощью которых это было бы невозможно. Спасибо. 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 Еще раз благодарю куратору. Куратору и завестителю Кирси Литвиненко, любимый Соловьев, который в своей энергии не раз давал новый импульс нашего совместного движения. Спасибо. 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 Действительно, несмотря на то, что две такие фигуры, в которых оба куратора, каждая и к своей, и к той, с которой работает, относится с большой любовью, что-то вызывало споры, что-то вызывало какие-то разные мнения, но мы всегда приходили в итоге к консенсу. Это было безумно интересно, и мы работали, мне кажется, с большим вдохновением. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, наш вечер, сейчас еще одну секундочку, мы продолжим нашу церемонию открытия. Дело в том, что кто у нас был на конференциях, кто была у нас на выставке Георгия Артемова, мы знаем, что в нашем музее как-то заложилась такая прекрасная традиция, что наши добрые друзья в музее получают свои фонды в дарах именно в наших стенах. Причем, в общем, началось с Дома русского зарубежья имени Солженицына, дары в свои фонды. И поздравляю государственного музея Баяковского с новым приобретением друзей. Я хочу пригласить сюда главу аукционного дома «Литфонд» Бурмистрова Сергея Леонидовича. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, хотел бы сказать большое спасибо за приглашение на открытие сегодняшней замечательной выставки. И лично Алексею Викторовичу. Подарок наш достаточно скромный. Хотел бы сказать, что благодаря аукционным домам, к сожалению, наследие писателей и поэтов стало стоить дорого. Это подарок для музея Баяковского. Пойдем копить деньги на подарок для музея Цветаевой. Обещаем, что так же так посоответствуют. Это небольшая фотография. Фотография Владимира Владимировича 1928 года. Фотография распространена была тем, что это фотография на удостоверение редакции. Он использовал эту фотографию, как мы знаем, на трех своих удостоверениях. Это в журнале «Крокодил», в «Рабочей газете» и в «Ленинградской правде». Вот такой вот, насколько я знаю, чуть-чуть больше здесь поля, как я сказал Алексею Викторовичу. Я хочу попросить сюда хранителя фото негативного фонда музея Баяковского Екатерину Снегиреву. То есть теперь это подарок. Спасибо. Спасибо вам. Для того, чтобы наш металл пополнялся. Спасибо, будем работать. Да, потому что в одном из комментариев мы увидели, что вот этого нет даже в фондах Неговского. Надеемся, что мы будем очень радостно сегодня видеть здесь всех наших друзей и наших добрых соседей. Музей Скрябина, музей Кустовского, Дом русского зарубежья Солженицева, Дом Гоголя. Если кого-то не увидела, конечно, группу музея Мая. Донина Михайловна, вас. Мы счастливы, что этот вечер позволил нам сегодня встретиться и посмотреть результат той работы, которую мы с музеем Маяковского проделали. Сейчас этот вечер в этом доме полностью в вашем распоряжении. У нас, конечно, приглашаем на выставку. Внизу, вы знаете, у нас есть пространство, да, из Ферсимённого пространства, которое единственное в музее с одним его основанием имело своё наименование. Это кафе поэтов. И вот сегодня название этого пространства звучит по-особенному, потому что Цветаева и Маяковский познакомились вместе в Анастасинском переулке, но не утерянном на карте Москвы, которое так называлось, кафе поэтов. Вот сегодня в кафе поэтов мы также вас приглашаем познакомиться, выпить по бокалу любимого шампанского Владимира Владимировича Маяковского в Раудерсу. И также мы напоминаем, что сегодня открыта квартира, открыта наша новая выставка «После России». Пожалуйста, мы также приглашаем вас попутешествовать сегодня по нашему дому и искренне желаем вам хорошего вечера. А теперь я передаю... А, завтрашний. А, завтрашний, да. Спасибо, что... Да, мы... Несмотря на то, что пригласительно было написано, что выставка открывается 1 сентября, мы её открываем 30-го, потому что между этими двумя датами есть дата особенная. День памяти Марины Ивановны Цветаевой, 31 августа. И мы также приглашаем вас завтра разделить память этого дня с нами. В 11 утра по горельней традиции храма уникидских ворот пройдёт панихида, после чего у нас большая насыщенная программа здесь. И также состоится, в общем, премьерный показ этой выставки. Мы сочли, нужно всё-таки все эти праздничные события как-то вот так во времени разнести. Так что приглашаем и надеемся увидеть вас также и завтра. А теперь, Мария Андреевна, вам слово. На странской выставке встречаются снова в веках Владимир Маяковский и Марина Цветаева, чтобы продолжить разговор. И начинаем мы нашу выставку с темы «Истоки творчества», потому что сама Марина Цветаева считала эту тему очень важной. И у неё есть работа под названием «Эпос и лирика современной России». Очень известная работа, где она сравнивает и в какой-то степени противопоставляет Маяковского Бориса Пастернака, двух своих любимых поэтов. Там она пишет об истоках творчества Маяковского и Пастернака. Она пишет, что оба пришли в поэзию из иного. Маяковский из живописи, Пастернак из музыки. И она отмечает, что в Маяковском виден зоркий глаз художника, что его ранние стихи носят вот этот отпечаток, художнический взгляд. «Багровый и белый отброшен из комка», мы все эти строки помним. А для себя Марина Цветаева всегда подчеркивала важность музыкального искусства. И вот здесь, когда мы заходим на выставку, мы погружаемся в эти истоки творчества Цветаева и Маяковского. То, что сформировало специфику их творчества. Марина Цветаева представлена старинными нотами. Музей Марины Цветаевой представляет старинные ноты. Это нота 18 века любимого композитора Цветаевой Шопена. В письме Канни Тесковой она утверждала, что Шопен ее любимый композитор и объясняла это польской кровью в своих живых. У нее бабушка Мария Лукинишина-Бернацкая. И как раз в стихотворении бабушки она и упоминает Шопена, Руки, которые в залах дворца вальса Шопена играли. А Владимир Маяковский, его истоки творчества представлены бесценной реликвией. Это рисунок самого Маяковского. Это Репин, Илья Ефимович Репин. Рисунок, сделанный в Коукколе, где они познакомились с Репином. Для Маяковского рисовать было точно так же важно и так же естественно, как писать стихи. Как раз вот на даче у Чуковского его письменный стол был завален рисунками Маяковского. Маяковский с детства хорошо рисовал. Учился в студии художника Келлина в художественном училище живописи военнее из отчества. И когда он уходил из училища, его товарищи очень печалились, что Маяковский уходит, потому что это был очень яркий среди начинающих художников. Но он говорил, что у художника аудитория меньше, а писать стихи можно даже на папиросных коробках. Что, в общем-то, потом он и делал. А продолжая наше путешествие, мы заходим вот сюда. И здесь 13 тем. Последняя тема вынесена отдельно. Здесь мы начинаем с темы Бог. Отношение любого творческого поэта с Богом – это всегда вопрос очень деликатный, очень тонкий. Тем более, если это касается таких двух бунтарей духа, как Цветаева и Маяковский. Одна из которых в одном из поздних стихотворений говорит Богу упрек на твой безумный мир. Один ответ – отказ. Владимир Маяковский многократно в своих произведениях тоже бунтует против Бога. В поэме «Облако в штанах», которая изначально называлась «Тринадцатый апостол», бунтует против мира, в котором невозможна любовь. Мы помним, Всевышний-то выдумал пару рук, сделал, что у каждого есть голова, а чего-то не выдумал, что было безмог – целовать, целовать, целовать. И очень долго было не принято говорить о Маяковском в связи с этой темой, с темой Бога и религии. В советское время утверждалось, что он был чисто нигилист, атеист, но и Маяковский, и Цветаева принадлежат христианской культуре, которая является частью русской и мировой культуры, конечно же. И они воспитывались в дворянских семьях, где церковная жизнь была частью быта. И родители Маяковского ходили в храм, а у Марины Цветаевой вообще отец был из священнического рода. И здесь представлена семейная икона Маяковских, спасный рукотворный, и Библия, которая принадлежала Марине Цветаевой. Марина Цветаева выросла в жизни на высокий лад, в тени строительства музея. И музей, отношение к культуре прошлого – это следующая тема. В связи с Маяковским, кажется, неожиданной, потому что в одном из его стихотворений уже после революционных, где он радует за создание нового искусства, он пишет, что Рафаэль расстроили, что время пулем по стенке музея втенькать. Но я думаю, что это было сказано не напрямую, ведь сам Маяковский посещал Эрмитаж. Он мог там часами проводить время, и как он смотрел, особенно голландцев. Он просто был за создание нового искусства, но никак не за разрушение культурного наследия. И здесь представлены афиши митингов, как раз-таки вот по насаждению нового искусства, и фотографии открытия музея изящных искусств имени Александра Третьего. Следующая тема тоже очень неожиданна в отношении Владимира Маяковского. Если для Марины Цветаевой Наполеон — это тема привычная, Наполеон — культовая фигура для Марины Цветаевой. Всю жизнь, вся жизнь ее прошла под знаком Наполеона. Она признавалась в этом, в нем, в его сыне, вся моя юность и молодость. Для Маяковского эта тема неожиданна. Скорее, его отношение к Наполеону было негативное. Да, вот в «Облаке в штанах» он пишет, что Наполеона, как мопса, повезет на цепочки. Есть у него также стихотворение «Я и Наполеон», написанное в 15-м году, в период Первой мировой войны, где фигура Наполеона возникает в связи с мотивом бесчеловечности войны, дерзостного величия и могущества, где Маяковский противопоставляет поэтическое служение и вот это военное, приносящее горе людям. Но, с другой стороны, в поэме «Флейта позвоночник» есть строки, в которых лирический герой Маяковского сравнивает себя с Наполеоном. И фигура Наполеона предстает как олицетворение трагедии любви. «Короной кончу святой Еленой, Боре жизни оседла фвалы, Я равные кандидаты на царя вселенной и на кандалы». В чем Цветаева и Маяковский были абсолютно близки и, думаю, совершенно солидарны, так это отношение к поэтическому труду. И Маяковский, и Цветаева – абсолютные герои труда. Марина Цветаева подходила к поэтическому труду строго дисциплинированно. С утра в определенные часы она шла к письменному столу, как рабочий к станку, сидела за столом, как предвожденная. А у Владимира Маяковского есть стихотворение «Поэт рабочий», где он утверждает о поэте, что я тоже фабрика. Если без труб, то мне без труб сложнее. И что труд поэта и труд любого другого рабочего равноценен. А когда Марину Цветаеву спрашивали о ее поэтическом труде, о том, как она создает свои произведения, она говорила «Посмотрите черновики». И вот здесь это как раз рабочая тетрадь Марины Цветаевой, это 1922 год, черновая тетрадь поэмы «Переолочки» из Аргали. И мы видим здесь в столбик, как всегда у Марины Цветаевой, около 20 вариантов одного слова. Она выбирала на слух, как она говорила, повинуясь врожденному чувству языка. Владимир Маяковский тоже очень ответственно подходил к поэтическому труду и никогда не расставался с записной книжкой, в которую вносил заготовки, рифмы, мысли. Это был круглосуточный поэт, который мог, засыпая, уже лежа в постели, все еще писать стихи. И вот здесь очень интересно сопоставлена практика Марины Цветаевой и теория Маяковского, как делать стихи. И для Маяковского, и для Марины Цветаевой поэтическое искусство – это ремесло. Мое ремесло, то, с чем я умру, так говорила Марина Цветаева. И переходя от темы поэт-рабочий, мы говорим о Пушкине, о котором Маяковский говорил добросовестнейший поэт. Об отношении к Пушкину в эпоху Серебряного века во многом ярко характеризовало поэтов. Если вся жизнь Марины Цветаевой прошла под знаком Пушкина, и всем известны ее стихи к Пушкину, ее эссе «Мой Пушкин», «Пушкин и Пугачев», то Маяковского до конца жизни несправедливо обвиняли в неуважении к Пушкину. Чему виной были слова из декларации футуристов «Бросить Пушкина», «Толстого», «Достоевского» с парохода современности. Часто на поэтических вечерах, на творческих вечерах Маяковскому присылали записки с обвинениями, что он не уважает Пушкина, и что поэзия Пушкина гораздо лучше, чем его стихи. Но вот один раз, когда ему в очередной раз такую записку прислали, он начал читать Пушкина наизусть вместо своих стихотворений. Продолжал упорно читать Пушкина, пока, наконец, аудитория не попросила его читать собственные стихи. Когда его спрашивали, как часто вы открываете томик Пушкина, он говорил, никогда не открываю. Я Пушкина знаю наизусть, всего Пушкина знаю наизусть, и это было правдой. И вот здесь у нас представлен макет памятника Пушкину, памятника, который очень любила Марина Цветаева. Это тот самый чернорукий великан, вокруг которого она поскакала на одной ножке. Тверской бульвар, где когда-то стоял памятник Пушкина, это любимое место детских прогулок Марина Цветаевой, о чем она и пишет в СМУ Пушкин. Но памятник Пушкина – это герой стихотворения Владимира Маяковского «Юбилейная», где этот самый памятник сходит с пьедестала, и они беседуют с Маяковским на равном. И Маяковский чувствует Пушкина своим соратником. И как раз Марина Цветаева утверждала в СМУ по это время, Пушкин с Маяковским бы сошлись, по-настоящему и не расходились. Она утверждала, что Пушкин – такой же современный поэт своей эпохи, как Маяковский своей. Враждуют низы, горы сходятся, Маяковский с Пушкиным сошлись. Следующая тема позволяет нам поговорить о личных встречах Цветаева и Маяковского. Это тема «Кафе поэтов». На самом деле очень сложно сказать, когда же вообще познакомились Цветаева и Маяковский. Анастасия Ивановна Цветаева пишет, что на одном поэтическом вечере в 1911 году, когда Марина и сама она, Анастасия, читали стихи в «Обществе свободной эстетики», там был Маяковский. Она пишет, что среди нас был Маяковский. Но ничего не пишет о том, что Марина и Маяковский общались, что они познакомились. Следующая встреча, которая нам известна, это встреча в Трубниковском буреулке в квартире Цветлиных, где Маяковский читал поэму «Человек», которая очень понравилась Марине Цветаевой. После чтения она высказала ему свое восхищение. Следующая встреча, которая нам точно известна, это встреча в 1921 году в кафе «Поэтов», когда уже она переместилась на Тверскую улицу, Тверская 18. Вообще Марина Цветаева совершенно не любила подобные заведения, не любила бывать в поэтических кафе. В 1921 году ее заставило посещать поэтические литературные кафе «Известие о самоубийстве» в Петербурге Анны Ахматовой. Она очень любила Анну Андреевну Ахматову и беспокоилась о ее судьбе. Пыталась бывать на людях, знать последние новости, слухи. И в кафе «Поэтов» она встретила Маяковского, который, как она пишет, с видом убитого быка ходил. И Анне Андреевне в письме она отмечает, что Маяковский был единственным вашим настоящим другом, другом в действии. Маяковский как раз-таки и послал телеграмму в Петербург, получил ответ, что слух ложный. И после этого Мариной Цветаевой было написано первое адресованное Маяковскому стихотворение, как она всегда отмечала в благодарность за Ахматову. Это стихотворение «Превыше крестов и труб, крещённый в огне и дыме, Архангел, тяжело ступ, здорово, в веках Владимир». И здесь у нас как раз автограф этого стихотворения, автограф из Рогали. Тема революции, кажется, ставит Маяковского и Цветаеву по разные стороны. Владимир Маяковский принимает революцию, как он пишет в автобиографии. Я сам принимать или не принимать, такого вопроса для меня не стояло. Пошёл в Смольный, работал. Он вывлечён в бурную деятельность. Он, как писали мемуаристы, Маяковский был там, где стреляют, там, где опасно. Он выступает на митингах, он выступает на собраниях. Он вывлечён именно во внешнюю бурную деятельность. А Марина Цветаева пытается дистанцироваться от этих событий. Она уходит в себя, в свой внутренний мир. И вот эти неблагоприятные условия оказываются очень благоприятными для творчества. 1917, 1918, 1919 годы были очень плодотворны. В это время написаны сотни, тысячи стихотворных строк. И здесь сборник Марины Цветаевой и Вёрсты, издание 1921 года, который содержит как раз-таки стихи тех революционных лет. С самого начала революционных событий Марина Цветаева очень беспокоилась о судьбе членов царской семьи. И уже в эмиграции, в 1936 году, ею была закончена поэма о царской семье. Она прекрасно понимала, что при жизни она никогда не будет издана, но она говорила, кто-то должен сделать это для них. В 1936 году она заканчивает эту поэму, но, как утверждали ее современники, мемуаристы, поэма была создана после того, как Марина Цветаева прочитала и узнала о существовании стихотворения Маяковского «Император», в котором ей послышалось оправдание страшной расправы над последним государем. Но в публикацию стихотворения Маяковского не попали строки, которые остались в его записной книжке. «И как ни крошечен толк от живых, от мертвого меньше толку». Здесь как раз представлена машинопись стихотворения «Император» с карандашной правкой автора и книга, которой пользовалась Марина Цветаева при написании поэмы о царской семье. Марина Цветаева перед отъездом в эмиграцию в 1922 году совершенно незадолго встретила Маяковского случайно на Кузнецком мосту и спросила Маяковский, что передать за границей. Он ответил, передайте, что правда здесь. В эмиграции с Маяковским Марина Цветаева встречалась неоднократно. Скорее всего, нам неизвестно обо всех их встречах. Они встречались абсолютно точно в 1928 году. Маяковский выступал в октябре под Парижем. И в октябре Марина Цветаева дарит ему свою книгу «После России» с дарственной надписью, такому, как «Я быстроногому». Потом она снова приходит на его поэтический вечер. И в записной книжке Маяковского есть французский адрес Марины Цветаевой, его рукой. И здесь уникальный документ, автограф Марины Цветаевой. Она зовет своего друга Николая Павловича Громского. «Я за вами зайду, и мы пойдем на вечер Маяковского». Непременно. Это его последний вечер. Мы обязательно должны пойти. И в том же 1928 году Марина Цветаева публикует в газете «Евразия» приветственное слово Маяковскому, в котором вспоминает ту встречу на Кузнецком мосту и говорит, что выходя с поэтического вечера, Маяковский спросил ее, что передать советской России, что сила там, ответила Марина Цветаева. Следующая тема – это тема мода. Маяковский и Марина Цветаева были людьми с очень яркой, нестандартной внешностью, которые умели интересно одеваться. Марина Цветаева, скорее, всегда одевалась наперекор моде. А после революции, когда она уже была в стесненных материальных обстоятельствах, она утверждала, что главное в одежде – это прочность и удобство. Здесь мы экспонируем платье, в котором она ходила в Чехии в период эмиграции. Владимир Маяковский, наоборот, был большим модником, таким его запомнила Татьяна Яковлева. Она пишет, что Маяковский был похож на аристократа. И Маяковский как раз-таки всегда подчеркивал, что мода – это примета времени, и нужно одеваться в соответствии с модой. Здесь представлен его манжет. Мне очень нравится, здесь видно, какой Маяковский был сильный человек, для какой руки вот этот манжет. Ближе к завершению выставки мы говорим о том, что Цветаева и Маяковский – это два величайших любовных лирика. У Маяковского, говоря о Маяковском, это часто забывается, особенно это забывалось в советское время, когда на первый план выходило творчество горлана-главаря, и забывалось какой-то ранимый, какой-то нежный любовный лирик. И Марина Цветаева тоже изумительный любовный лирик, хотя у нее есть строка, что есть дела поважнее, дел любовных. И здесь к теме «Любовь, несовместимость быта и любви» мы представляем два предмета со стороны Музея Маяковского. Это поэма «Про это», а со стороны нашего музея это конверт письма Марина Цветаевой и Константину Радзевичу. Практически в одно и то же время, с разницей в год, Цветаева и Маяковский работают над поэмами о любви. Маяковский над поэмой «Про это», а Цветаева над поэмой «Горы» и поэмой «Конца». И обе вещи были очень личными, как Маяковский писал по личным мотивам. Импульсом к созданию поэмы «Про это» послужила размолвка с Лилей Брик, а поэмы «Горы» и поэмы «Конца» – отношения Марины Цветаевой с Константином Радзевичем. И оба, и лирическая героиня Цветаева, и лирический герой Маяковского не видят своих избранников в обыденной жизни, нищей и тесной жизни, как она есть. Любовь – это нечто несовместимое с бытом для них. О смерти Владимира Маяковского Марина Цветаева узнала, как и все, в апреле 30-го года. И она переживает смерть поэта очень тяжело. Переживает не только как большую потерю русской поэзии, но и как личное горе. Она пишет в записной книжке «Бедный Маяковский. Кто о нем горюет так же, как я?» Но с ее точки зрения смерть Маяковского была прекрасным лирическим поступком. Как она писала Анне Тесковой, «Чистая смерть. Все, все, все дело в чистоте. Жил как человек, умер как поэт». И после смерти Маяковского она пишет цикл стихотворений памяти поэта. Это семь, что написано, страниц. Это очень много, по-моему, большое количество стихотворений, что говорит о масштабе ее горе, переживаемого ею горе. И в этих стихах и звучит и ирония иногда над Маяковским. Ведь при жизни они не всегда были согласны друг с другом. Звучит и несогласие, и настоящее горе, и плач. Но над всем глубокая настоящая любовь одного поэта к другому. Последние годы жизни Маяковского, последние месяцы были очень тяжелыми. Он переживал психологический кризис, зависть коллег, бытовую неустроенность, любовные драмы. И мы экспонируем на эту тему записную книжку Маяковского. Последнюю записную книжку, которую он не успел заполнить до конца. Здесь заполнено всего несколько страниц. Здесь карандашные наброски поэмы «Во весь голос». Открыта записная книжка на первой странице. Здесь запись чернилами. Видно, что запись сделана в эмоционально напряженный момент. Она практически неразборчивая. И предполагает, что расшифровка такая. Все сегодня мерзавцы. Такое было ощущение последних дней жизни Маяковского. Марина Цветаева ушла из жизни 31 августа 1941 года. И удивительно, что в последние месяцы жизни она говорила о поэтах-футуристах. Она говорила о Хлебникове, она читала строки Хлебникова. А в последние дни жизни она вспоминала Маяковского, его трагический конец. А в 1935 году в одном из писем подруги она пишет «Куда бы я ни шла, что бы я ни делала, у меня в душе слова завещания. Не вещественного у меня ничего нет, а душевного, чтобы люди знали». И она вспоминает строки, предсмертные строки Маяковского о том, что «Инцидент исперчен, любовная лодка разбилась, а быт я с жизнью в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид». Но со смертью поэта жизнь его не заканчивается, он продолжает жить в своем искусстве. И последняя тема, завершающая выставку, это самосожжение творческой личности. Она вынесена особо. Видим на стене стихотворные строки, это строки Маяковского и Цветаевой, которые как бы наплывают друг на друга. Мы здесь оказываемся словно бы внутри пространства текста. И мы можем почувствовать те колоссальные усилия, душевные и физические усилия, которые тратят авторы, поэты, создавая свои произведения. Марина Цветаева и Владимир Маяковский. Марина Цветаева всегда подчеркивала, что поэт на этой земле не дома. Что родина поэта – небо, лазурь. И есть у нее удивительные слова. У меня все – пожар, я не для жизни. У поэта все не как у людей. Все то, что для обычного человека дорого – семья, здоровье, жизнь – все это приносится в жертву искусству. У Маяковского в одном из стихотворений есть такие слова. «Гвоздями слов прибит к бумаге я». Поэтический дар – это очень тяжелый крест. И вот здесь мы экспонируем поэму «Человек». Это первое, что слышала Цветаева из уст Маяковского. И мы видим на обложке тот самый крест поэта. С другой стороны, с противоположной стороны, открытка, которая принадлежала Марине Цветаевой – это статуя Жанны Дарк. У Марины Цветаевой есть такие слова в письме Канне Ахматовой. «Мне так жаль, что любовь – это только слово. Я бы хотела настоящего костра, и чтобы меня сожгли». Она пишет о любви. И у Маяковского есть близкие строки о любви. В той же самой поэме «Человек» – «Стою огнем обвид на несгорающем костре немыслимой любви». Но мы понимаем, что это может относиться не только к любви. А огонь, пожар – это образ творчества Марина Цветаева и Владимира Маяковского. В костре сгорают их жизни. Но они продолжают жить вечно в своем искусстве. Спасибо большое за внимание. Приходите к нам еще на выставку.